Всем привет! В этот раз я расскажу о новом станке с новыми фишками, а именно с технологией Wi-Fi и с другими плюшками, так сказать. Так что, поехали! Как вы уже знаете, в предыдущей версии станка была одна важная особенность. Это его автономный блок управления. Контроллер. Он был компактный, небольшой, мобильный, который работал от SD-флэш-карты. Новый станок Wi-Fi отличается тем, что к нему нужен компьютер. Это может быть как стационарный, так и ноутбук. Для начала работы на станке нужно. Первое. Установить программное обеспечение на компьютер. Второе. Подключить кабель USB. Третье. Включить станок и дождаться звукового сигнала. Для того, чтобы настроить станок для работы по Wi-Fi, нужно зайти в программе слева вверху. Меню «Менеджер устройств». Вводим туда имя сети и пароль. Нажимаем ОК. Если нет возможности подключиться по Wi-Fi, можно работать через кабель USB. Также удобной фишкой является то, что по беспроводной сети можно подключиться и работать через мобильный телефон, в котором есть функция. Точка доступа Wi-Fi. Важно, чтобы сеть должна быть одна, как у компьютера, так и у станка. Следующим отличием от предыдущих версий станков есть наличие концевиков, что дает преимущество в точности координат рабочего поля. То есть каждый раз, когда вы включаете станок, нужно обнуляться через нажатие на кнопку Home. Только после этого будут активны функции для последующей работы. Как вы уже заметили, ось Z была обновлена и теперь имеет автоматическое управление, опускание и поднимание головки и также настройка всего этого процесса. Очень удобным функционалом обзавелся станок. Это управление станком посредством геймпада, игрового джойстика. В данном случае я использую беспроводной. В программе в настройках можно посмотреть управление. Изюминкой данного станка, чем является большим плюсом, это его адаптация к любому заданному разрешению. Так как раньше возможно было использовать только два разрешения, это было 85 точек на дюйм и 127 без искажения параметров. При изменении значений это нужно указывать в настройках программы. В настройках можно для себя подобрать свои значения регулировки для удобности работы на станке. А их здесь хватает. Сама программа имеет простой и понятный интерфейс и разобраться с функциями не представляет особых усилий. Гравируй станком ДАКО, вай-фай и реализуй свои творческие идеи. Спасибо за ваше внимание. До следующих видео. ДАКО, вай-фай и реализуй 2 ! ДАКО, вай-фай-фай и реализуй cortar. ДАКО, вай-фай И реализуй obser slammed в мою кучу. Иحت 레� Todаспироту была очень�ンенена. Кwynquito в Dust Татан Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...